Слово нельзя, наверное, не совсем подходит, потому что если нет другого выхода, что делать? Не сидеть же с ним, не смотреть на него, поэтому будут снимать самостоятельно. Но если есть все-таки какая-то доступность для более профессионального снятия клеща, то лучше обратиться за помощью в медицинские учреждения. Это травмпункты, это могут быть какие-то отделения, где есть хирурги, потому что снятием клеща все-таки занимаются хирурги. Дело в том, что в зависимости от того, насколько клещ глубоко присосался, его бывает иногда очень сложно удалить целиком, не разрушив клетом клеща и не оставив вот этот хоботок, которым он присасывается. Поэтому при неправильном снятии клеща риски инфицирования теми инфекциями, которые могут быть переносчиками, которых этот клещ может быть, в общем-то возрастают. Если брать утвержденные регламентирующие документы, то такого нет. Но в принципе сейчас есть действительно службы, которые исследуют клеща. И в какой-то мере это может быть и помощь для пациента, и может быть в какой-то мере помощь для врача. Но тут же я всегда оговариваюсь, если мы нашли возбудителя у клеща, идентифицировали его, это не значит, что этот возбудитель попал человеку. Это первый момент. И второй момент, если мы не нашли, то есть не идентифицировали у клеща при его исследовании никаких возбудителей, это не значит, что его там не было. Поэтому стопроцентной гарантии, что мы исследовали клеща и мы уже решили вопрос с диагнозом у пациента, вот так бы я не стала говорить. Поэтому сдавать клеща на исследование, либо не сдавать, принимает решение в итоге пациент. У нас нет пока ни в стандартизированных подходах, ни в регламентациях, нет такого, чтобы всех клещей, которых снимает пациент, мы обязательно отдавали на исследование. Таких документов официальных нет, это только на желание пациента. Рекомендую практически всем пациентам все-таки показаться инфекционистом. Все инфекции, которые передают клещи, это все-таки инфекции. Поэтому, конечно, более грамотно занимаются этим инфекционисты. И поэтому более грамотно, конечно, прийти на прием к инфекционисту. Когда я долго, у меня 40 минут фактически приема, когда я рассказываю, как себя вести, на какие моменты обратить внимание, надо или не надо нам антибиотика, профилактика. То есть очень много вопросов, которые возникают у пациента, мы оговариваем. Второй момент, который, кроме того, что я всегда проговариваю, режимные моменты, что можно делать пациенту в этот период, что не надо пациенту в этот период делать. И мы проговариваем сроки обследования, когда надо обследоваться уже самому пациенту на клещевой инфекции. Потому что бежать в первый же день и сдавать анализы на клещевой инфекции нецелесообразно. Потому что там ничего у нас еще и не будет. У нас инкубационный период есть. И есть периоды, когда кровь, даже если клинически мы ничего не увидим, то кровь может нам отсигналить. Но нам нужны тоже сроки, когда идет нарастание титров, вот этих антител называются, клеточки, которые образуются иммунные в организме. И эти сроки регламентируются от двух-трех недель только. Начинают после момента присасывания клеща. Поэтому раньше этого времени смысл сдавать анализы именно на клещевые инфекции не всегда целесообразно. Но при беседе с пациентами я говорю, на какие анализы мы можем в какой-то мере опираться. Поэтому мы обязательно стартуем. Я рекомендую во всяком случае исследование стартовое, чтобы у нас были общеклинические кровь моча. И в динамике мы за этим наблюдаем. Клещи являются переносчиками нескольких возбудителей. Но те, которые мы можем идентифицировать лабораторно, это вирус клещевого эцефалита, это действительно боррелия, которая вызывает болезнь лайма или клещевой боррелиоз. Это синонимы. Это анаплазма, это эрлихия и это рикетсия. Вот пять возбудителей, которые переносят клещи и являются источниками для инфицирования. У клеща эти возбудители в разных местах. Если мы говорим про вирус клещевого эцефалита, то он находится в слюной железе. И факт присасывания клеща здесь актуален. Если мы говорим про боррелии, то боррелий находится в кишечнике у клеща. И факта присасывания клеща не нужно. Он может просто поползать, уползти и при этом какие-то оставить экскременты на коже. Человек в это время почесал кожу и произошло втирание. Возбудители в кожу. И таким образом мы имеем заболевание, не имея факта присасывания клеща. Что касаемо анаплазмы, эрлихии и рикетсии. Они пореже встречаются. Но смысл точно такой же. То есть здесь не всегда возможно уловить факт присасывания клеща. Но мы можем уже иметь клинику клещевой инфекции. Ну, во-первых, каждая из этих инфекций, она имеет разные формы и разные степени тяжести. Начиная от самой легкой, когда мы практически не имеем особо, мы лабораторно только видим, а особо никаких клинических симптомов-то и не фиксируем. И кончая самыми тяжелыми формами, такими как менингиты, менингоэнцефалиты, полирадикулоневриты. Каждый, особенно это барлиоз и клещевой энцефалит, они как раз имеют вот эти формы с поражением центральной нервной системы или периферических нервных окончаний. Когда человек, если вовремя не диагностирует это заболевание, не будет оказана вовремя своевременно квалифицированная помощь в квалифицированном специальном инфекционном отделении, то, к сожалению, иногда это может закончиться инвалидностью или даже смертью. Поэтому клещ, все-таки если присасывание клеща имеет место быть у человека, то, конечно, надо все-таки обратиться к врачу, чтобы конкретно по каждому пациенту мы могли конкретно принять тактику ведения и решили, что с этим делать. Так как мы с вами все-таки разговор ведем на доказательной основе, то нет у нас таких исследований, нет таких, чтобы кого-то взяли таких людей с такой-то группой крови, такой-то группой крови и посмотрели, статистически обработали и вывели какое-то заключение, которое имело бы хоть какой-то процент достоверности. Этого нет, поэтому, скорее всего, я бы назвала это мифом. Ну вот примерно точно такой же, наверное, будет диалог, что для того, чтобы сказать из какой-то прям доли достоверности, мы должны иметь для этого определенные исследования. Таких исследований нет, во всяком случае, в официальной медицине. Поэтому деньги на государство на такие научные изыскания не выделяет. Я думаю, что, скорее всего, это тоже миф. Клещи реально не падают с деревьев. Они реально находятся в траве, и они ползут реально снизу и вверх. Вот это уже рекомендации мы даем. Поэтому мы говорим, вы идете, если в лесную зону или там куда-то на природу, то лучше, если у вас будут максимально защищены ноги, потому что подниматься он будет реально с обуви, по брюкам, по какой-то одежде, и будет искать местечко, которое для него наиболее приемлемо для присасывания. Потому что присасывается он, и это тоже уже, вот это как раз не миф, он присасывается в самые нежные участки нашего тела. Это воленостопный сустав, где очень тонкая кожа, подколенная ямка. Она очень любит где-то область молочных желез, потому что там тоже нежная кожа, акселярная ямка, то есть подмышечная впадинка, и область шеи. Почему иногда бывает, что очень часто все-таки это волосистая часть головы и так далее, но не потому что он упал откуда-то. Скорее всего, при раздевании, может быть, человек, когда стал раздеваться, и вот где-то на волосистую часть головы себе его немножко туда-то и затащил. Потому что они не прыгают, они не летают, они реально ползут, и ползут они реально с земли. Доползти до того верхушки березы, наверное, целесообразности нет. Они сидят и ждут, они голодные по весне, они очень агрессивные, потому что для них присасывание для чего нужно? Для того, чтобы произвести потомство, потому что кровь им нужна для потомства. Ну, это вот как раз из разряда того, как удалять, да, клеща, профессионально или непрофессионально. Нет, конечно, такие манипуляции делать категорически не надо, потому что, во-первых, вы вызовете то, что клещ действительно может срыгнуть уже на сосавшейся крови и вместе со своим содержимым. Я только что сказала, что баррелита находится не в слюной железе, а как раз вот именно в желудочно-кишечном тракте паразита. Поэтому это лишний как бы повод, даже если что-то не попало, то точно попадет тогда, потому что я пациентам рассказываю, что у нас несколько сценариев, которые развиваются после присасывания клеща. Присасывание клеща – это вообще-то как бы не диагноз событий, которое свершилось. И дальше несколько сценариев. Попало, не попало. Если попало, как отреагирует организм? Если отреагировал организм, насколько тяжело и так далее это все будет проистекать. Поэтому заливать маслами или там поджигать на себе клеща точно уж не надо. Поэтому он должен быть аккуратно специальными инструментами либо специальной ленточкой лосо такой удален. Ранка должна быть обработана каким-нибудь спиртсодержащим, либо каким-нибудь антисептиком. И дальше разговариваем с докторами, которые занимаются профессионально этими вопросами и решаем, что дальше делать, в какие сроки обследоваться, надо или не надо проводить антибиотикотерапию, надо или не надо вводить иммуноглобулин. И вот дальше какие сроки наблюдения в целом. К счастью, у нас есть вакцинация против вируса клещевого энцефалита. И эта вакцинация разрешена даже некоторая вакцина у нас, которую даже с года мы можем ребятишкам их делать. Там только проблемка возникает в том, что ее нужно успеть сделать до сезона клещей, хотя бы за 2-3 недели. То есть поэтому это поздняя осень, либо совсем-совсем ранняя весна. Потому что как только сходит снег на каких-то прогалинах, клещи уже там готовые. Бывает, что еще снег лежит во многих участках леса, полей, а уже появились первые прогалинки. И уже там, на траве, мы можем встретиться с этими возбудителями. Что касаемо прививки против клещевого барлиоза, в принципе, такая прививка, она существует. Она существует в варианте. Европейцы ее синтезировали. Но вот как-то она очень с низкой степенью эффективности, там около 70%, и она как-то не прижилась. В России, учитывая неактуальность этой темы, разработка вакцины против клещевого барлиоза в принципе не проводилась. Поэтому в рутинной практике вакцин против клещевого барлиоза и уж тем более религиоза, рикетсиоза и анаплазмоза у нас нет. Есть вакцина только против клещевого энцефалита. И если человек планирует куда-то поехать, ну уж точно за пределы Московского региона, там за Уралье, Дальний Восток, Западная Сибирь, то и путешествовать там, да, красоты смотреть, то вакцинация против именно вируса клещевого энцефалита, она актуальна, это да. Ее надо сделать. У нас действительно есть такие средства, но надо просто, когда мы берем эти средства, надо смотреть их состав. То есть если это от комаров, то там будет написано от комаров. Иногда там пишут комаров и мушек. Средство, которое используется от клещей, это ДЭТА. Вот ДЭТА, она идет и от клещей тоже. Поэтому там будет написано от комаров, от мушек и от клещей. То есть нужно просто смотреть вот эти средства, которые покупают репелленты, и чтобы там была вот эта пометочка. Но в любом варианте эти средства наносятся на одежду. И в любом варианте мы говорим, что когда мы идем в лес, у нас должно быть какого-то носочки одета, да, которые штанишки, чтобы были заправлены вот носочками. То есть не штанишки на носочке, а наоборот, носочки на штанишке, чтобы у нас меньше было возможности клещу пробраться на кожу. Это обязательно каким-то образом фиксации наших рукава, да, где у нас в маншетике находятся, чтобы тоже максимально было затянуто, чтобы меньше было возможности у клеща пробраться. Если это волосы, волосы должны быть подобраны, и какой-то головной убор. И самое главное, каждые 2-3 часа надо осматриваться, и наносить репелленты, конечно, на вещи, и каждые 2-3 часа это осмотр. И когда мы приходим из лесной зоны, либо там с какого-то пикника домой, то вещи должны быть сняты в каком-то специальном, отдельном, не надо бегать по всей квартире, разбрасывать сразу вещи. То есть все, что принесли с пикника, с леса, должно быть в одном месте, должно быть осмотрено хорошо. Если это животное, животное тоже должно быть проверено, потому что очень часто в дом именно животные заносят клещей, животные сами либо вакцинированные собачки вакцинивают у кошечек, там они там на холочку им капают, специальное средство, чтобы от клеща защитить. А вот если животное занесло этого клеща, то клещ может действительно и в доме встретить свою жертву. Поэтому должно быть все осмотрено, корзинки, какие-то там грибы, цветочки и так далее. Все, что приносится с природы, надо внимательно посмотреть, обсмотреть, вещи снять, максимально тоже их просмотреть, постирать, если там это подлежит стирке. Ну, в общем, не класть в общий где-то шкаф те вещи, в которых человек пришел с какой-то природы. В общем, это работает во принципу предупрежденного развития. То есть нужно просто очень внимательно к этому относиться. Если произошла эта ситуация, это событие, не паниковать, а просто все сделать грамотно. Продолжение следует...